Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре продолжается ремонт путепровода 139-й километр по улице Земица. В первую очередь подрядчики планируют заменить опоры моста на новые. С начала года вертолет санавиации доставил в медучреждение региона 30 пациентов. Медицинские бригады вылетели на вертолете в 10 отдаленных муниципальных районов, 13 раз в Сызрань, 4 в Нефтегорск, 3 в Похвестнево, а также в другие муниципалитеты. Таким образом обеспечивается медицинское сопровождение пациентов с политравмой после ДТП, с хирургической патологией, острыми сердечно-сосудистыми кризами. Основная задача санавиации – оперативно доставить пациента в стационар, но при необходимости помощь оказывают прямо в вертолете. Напомним, воздушный транспорт в службу санавиации поступил в 2020 году в рамках нацпроекта здравоохранения, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова и правительства области. С 2020 года специалисты службы санитарной авиации выполнили свыше 300 вылетов, оказали помощь более 350 пациентам. Вот жилья, строительство соцобъектов, переселение граждан из аварийного фонда на контроле правительства Самарской области. В регионе продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Эта работа проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Всего в рамках программы в Самарской области планируют расселить более 24 тысяч человек из помещений общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров. В 2024 году, на год раньше срока, текущая программа переселения должна быть завершена. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. После завершения программы планируется принять новую. Для этого уже сегодня ведется работа по уточнению объемов подлежащего расселению аварийного жилого фонда. В этом году в Самарской области строится рекордное количество социальных объектов. Регион получил существенную федеральную поддержку на их строительство благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова. По линии Министерства строительства в этом году планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта. Еще две центральные районные больницы в Нефтегорский корпус детской инфекционной больницы на улице Шверника в Самаре уже введены. Расширяют границы комфорта. В Самаре идет благоустройство второй очереди парка Молодежный. В порядок приводят участок от улицы Воронежской до озера, которые тоже восстановят. Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году жители активно голосовали за эту территорию. Какие работы выполняют сейчас, увидела наша съемочная группа. Пруд станет настоящей жемчужиной парка Молодежный. Более 20 тысяч кубометров воды, которая будет подаваться из водопровода и скважины на глубине 70 метров. А украшением самого водоема станет фонтан на плавающей платформе. Перед тем, как вернуть воду, строители разровняют дно, заменят асфальт по периметру и укрепят береговую линию. Мы здесь предусмотрели другую технологию берега укрепления габионными конструкциями. То есть будет не голый бетон некрасивый и там заиленный, а будет камень-галыш, уложенный в габион. Параллельно в парке идут работы по благоустройству второй очереди в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В порядок приводят входную группу и аллею со стороны улицы Воронежской. Здесь обновят тротуарное покрытие, добавят лавочки, урны, клумбы, высадят дополнительно кустарники и деревья, а также продолжат действующую в парке велосипедную дорожку. Концепция благоустройства первого и второго этапа, она позволяет полностью соединить пешеходную зону от улицы Воронежской до улицы Нового вокзальная. То есть это будет законченный этап благоустройства общественной территории парк «Молодежная», который будет содержать полностью проходную зону с целью комфортного передвижения и также возможности отдыха на непосредственно водоеме, который будет восстановлен. Жители с нетерпением ждут, когда все работы будут выполнены. Они уже два года подряд поддерживают благоустройство парка своим участием в рейтинговом голосовании федерального проекта. В этом году в выборе пространств, которые приведут в порядок в 2024-м, участвует третья очередь молодежного. Инициативная группа хочет, чтобы «Зеленая зона» стала настоящим центром притяжения всего района. А реализация таких проектов возможна благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Строится именно то, что требуют жители. То есть раньше бывало, построят что-то, но жителям это не нужно. А тут именно прислушаемся к мнению жителей, к требованиям и стараемся это максимально перенести, построить, сделать, пойти жителям на встречу. Все работы в парке выполняют не только под контролем городской администрации. Жители также приходят на объект и обсуждают работы с подрядчиками, потому что именно по их проекту проводят обновления. Закончить работы в парке планируют к началу осени. После этого территория будет обслуживаться муниципальным предприятием парки «Самары». Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Подрядчик приступил к активной фазе ремонта путепровода 139-й километр по улице Зимица. Напомню, что один из популярных маршрутов начали обновлять еще в апреле. Движение перекрыли и организовали пути объезда участка. Сейчас рабочие готовятся к ремонту опор путепровода. Кроме того, уже сняли трамвайные рельсы и начали менять ограждения. Все актуальные новости об обновлении крупного объекта узнал Михаил Ермоленко. Путепровод 139-й километр – важная транспортная артерия города. Маршрут используется как общественным транспортом, так и автомобилистами. Особенно важна трасса для работников предприятий Кировского и промышленного районов. Заводов немало. Главный ракетно-космический центр, предприятие авиационной промышленности, конструкторское бюро. Еще в апреле путепровод по улице Зимица закрыли на ремонт. Сейчас наступила его активная фаза. Подрядчику предстоит обновить объект и улучшить его качество. Ведь возводился путепровод еще в советское время, в конце 70-х. Конечно же, когда он возводился в советские времена, те нагрузки, которые он был рассчитан, сейчас с лихвой перекрыты. То есть машин стало гораздо больше, они стали гораздо тяжелее. Поэтому однозначно можно сказать, что да, конечно, увеличение и потока, и грузоподъемность автомобилей сказались на том, что необходимо производить капитальный ремонт. Обновить путепровод планируют в несколько этапов. Сейчас специалисты уже демонтировали контактную сеть, занимаются разбором защитных бетонных слоев, а также ремонтом стенок там, где идет возвышение дороги над землей. Демонтаж перильного ограждения, демонтаж ограждающих барьерных ограждений, демонтаж трамвайной линии, это непосредственно рельсошпальная решетка, демонтаж на проезжей части, это асфальтобетонное покрытие. Вместе с тем уже в районе трамвайных путей разобраны две шкафные плиты, то есть они демонтированы, и в настоящий момент ведутся работы по подготовке к монтажу данных частей. Еще одной важной задачей станет замена опорных конструкций. Сейчас специалисты готовят для этого площадку под объектом. Полотно путепровода необходимо будет приподнять. С этим помогут многотонные домкраты. Для подъема моста установлены временные опоры, на которые установлены под домкратные части, что ставятся у нас домкраты. Домкраты у нас 200 тонны, которые рассчитаны на нагрузку поднятия моста. Предназначены для того, чтобы заменить опорные части у моста. Ремонт путепровода на контроле не только властей города и региона, но и общественности. Как отметил председатель общественного совета при администрации Кировского района Ревгат Хузин, в Самаре и Самарской области реализуется много нужных и крайне важных мер для обеспечения безопасности по различным направлениям и улучшения жизнедеятельности граждан. Один из примеров – поддержка, которые заручились для ремонта путепровода по улице Земица. Объект протяженностью более 500 метров обновляют за счет областного и городского бюджетов. Ознакомились с графиком проведения работ. На сегодня график выдерживается. Обещают в октябре 2023 года уже пустить транспорт, в том числе и трамвай, по этому путепроводу. Объект очень влажен, он должен быть на контроле. Мы сюда приходим не только контролируем, мы задаем вопрос, первый к которому приходим, чем мы можем помочь. Заказчик в лице Департамента городского хозяйства и экологии поставил перед подрядчиком задачу запустить движение уже к 31 октября текущего года. При этом обновлять путепровод продолжат и в 2024. Но специалисты утверждают, что последующие задачи никак не нарушат трафик на маршруте. Улучшение дорожной инфраструктуры находится на контроле и является приоритетной задачей для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ремонтируют и крупные объекты, такие как мосты, и дороги местного и регионального значения. По итогам 2022 губерния была снова признана лидером в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью более 233 километров, в том числе 17 мостов. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События. В Самаре строительство новой станции метро «Театральная» остается на непрерывном контроле. Работают в двух зонах – в историческом центре и в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой. На вторую площадку запланирована доставка элементов в тоннеле проходческого комплекса для дальнейшего монтажа. А в исторической части города, внутри коллектора, разместили 12 видеокамер, которые расположили в колодцах. На пост видеонаблюдения выведены все изображения. Камеры нужны для более детального мониторинга во время работ, необходимых для минимизации влияния будущей проходки на коллектор. Также установили GPS-датчики. Кроме того, по информации регионального управления капитального строительства, в центре города на перекрестке улиц Вилоновской и Галактионовской в ближайшее время переустроит водоавод диаметром 800 миллиметров. Также переложит две газовые магистрали диаметрами 300 и 400 миллиметров среднего и высокого давления. Они пересекают тоннели метрополитена, но вынос данных коммуникаций не предусмотрен. В существующих локациях смонтируют новые трубы, защищенные футлярами. Позаботились и о компенсационных мероприятиях в отношении двух объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на улице Галактионовская, 107 и улице Самарской, 182. Так, на улице Галактионовской дом на усадьбе Мещан-Оржановых, которому более 120 лет, планируют отсечь путем создания геотехнического барьера между котлованом станции и лестничным выходом. Это необходимо для ограничения перемещений здания, его защиты от влияния строительства станционного комплекса. Согласно проекту, запланировали работы методом струйной цементации грунтов. После бурения под основание дома, благодаря нагнетанию строительного материала под избыточным давлением, заведут грунтно-цементные сваи, устроят 42 вертикальные и 20 наклонных свай. На улице Самарской, где находится ОКН постройки конца 19 века, есть необходимость укрепления грунтового массива путем пропитки грунтов. Здесь предусмотрены грунто-цементные сваи, которые планируется устроить под наклоном в 9 градусов. Произведут цементацию основания, на опытном участке смонтируют так называемые манжетные колонны. А в дальнейшем, когда начнется проходка, можно будет производить непосредственно компенсационные нагнетания, которые стабилизируют дом при возникновении ненормативных осадок. Согласно нормативу, они возможны, но не более чем на 5 мм. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию, жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно добираться до исторического центра и обратно. С ростом пассажиропотока в подземке муниципальные предприятия «Самарский метрополитен» обеспечит сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого продолжают обновлять подвижной состав. Недавно еще 6 вагонов отправили в Санкт-Петербург на капитальный ремонт в заводских условиях. Обучат и дополнительную группу машинистов. Повышение комфорта перевозок и развитие транспортной инфраструктуры региональной столицы является одним из приоритетных направлений деятельности. Это здорово, что метро устроится. Ну вот давайте сами мы подумаем и постараемся вместе ответить на вопрос. Сколько у нас ежедневно жителей Самары, гостей Самары пользуются общественным транспортом? Ответ свыше 500 тысяч человек. И вот если представить вот эту цифру, перемещение в течение утреннего часа пик, в обед, в течение дня и вечером. И естественно, какому-то одному виду общественного транспорта с этой работой просто не справиться. И я благодарен, так сказать, судьбе и предшественникам, да, так сказать, в органах исполнительной власти, в том числе администрациям и региона, что за все эти годы наш общественный транспорт, все его виды, 4 вида, это 3 из них наземных, вот, и один, так сказать, подземный, это метрополитен, вот, они сохранились. Мы понимаем, что чем больше будет станций, чем метро, так сказать, будет от этого работать функционирование, оно будет и более рентабельным, и более эффективным. В Самарской городской думе прошло заседание Комитета по бюджету, налогам и экономике. С докладом по исполнению бюджета за 2022 год выступила руководитель городского департамента финансов Оксана Данилова. Подробности в нашем следующем репортаже. Бюджет Самар за 2022 год не оправдал пессимистичных ожиданий в условиях экономических санкций. В казну областного центра поступили доходы в сумме 46 миллиардов 505 миллионов рублей. Израсходовано 46 миллиардов 488 с половиной миллионов рублей. Таким образом, по итогам года образовался профицит в размере 16 миллионов рублей. Очень радует, что у нас сохраняется положительная динамика по росту бюджета из года в год. Мы видим цифры сравнительные относительно 2020, 2021 и отчетного 2022 года, из которых явствует, что мы свои и расходные, и доходные составляющие увеличиваем из года в год. В начале 2022 года был разработан план антикризисных мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета Самара. В результате в областном центре продолжают успешно реализовывать намеченные программы, в том числе в рамках нацпроектов. Мы здесь чувствуем ежедневную, еженедельную поддержку со стороны области губернатора Дмитрия Чазарова, органов законодательной власти, депутатов Самарской губернерской думы, федерального собрания. И есть уже результат. На этой неделе прошел целый ряд заседаний комитетов. Их решение вынесут на обсуждение на пленарном заседании Самарской городской думы в четверг, 25 мая. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. В прошлом году в Самарской области отдохнули более 2,5 миллионов туристов из других регионов. Об этом рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Из каких регионов приезжают гости и какой вид отдыха предпочитают в нашем сюжете. Туристический поток в последние годы в Самару увеличился. Об этом рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. В прошлом году регион посетило более 2,5 миллионов туристов. Чаще всего в Самару приезжают отдыхать из Москвы. Это связывают в том числе и с удобной логистикой между городами. Не отстают от столичных гостей и жителей Санкт-Петербурга. В Самару также приезжают туристы из соседних регионов. Татарстан, Башкортостан, Оренбурга, Саратова, Ульяновска. Есть и гости из Сибири и Урала. Чаще всего в регион приезжают на машинах. Таких туристов 37% от общего числа. На протяжении нескольких последних лет мы видим тенденцию к увеличению туристического потока. Уже по результатам первого квартала мы видим достаточно существенный рост. При этом мы понимаем, что первый квартал – это еще не старт туристического сезона. Мы видим большой спрос. Мы видим значительное увеличение количества мероприятий, которые проходят в нашей области. И, безусловно, они также привлекают поток как среди участников, так и среди жителей. Благо, сегодня все мероприятия у нас проходят в привычном для нас оффлайн формате. Что касается вариантов размещения, то летом туристы предпочитают селиться поближе к историческому центру. Рядом с набережной и проводят много времени на пляже. Не уступают по популярности и загородные отели, расположенные неподалеку от города. Растет спрос на отдых в Самарской области и среди жителей региона. По словам министра туризма, он и сам периодически проводит неделю отдыха в Самарской области. Проводя отпуск в наших объектах отрасли туризма, я чаще всего остаюсь удовлетворенным тем, что я вижу именно глазами туриста. О своих визитах я не предупреждаю. Часто выступаю тайным гостем. Сейчас областные власти рассматривают возможность предоставить городским отелям территории, на которых они могли бы разместить собственные пляжи. Безусловно, это будет такая же красота, которой мы себя представляем в городе. Это будет лицо города, когда на пляжах появятся цветные шезлонги, зонтики, когда все это будет аккуратно стоять, когда каждое утро граблями будут чистить песочек. Областные власти в лице губернатора Дмитрия Азарова оказывают всевозможную поддержку работникам туристической отрасли. Министерство туризма сейчас проводит конкурс на получение грантов на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией в текущем году проектов в сфере туризма на территории региона. Средства можно получить на организацию кемпингов и автокемпингов, детских и спортивных зон отдыха, развитие национальных туристических маршрутов, создание круглоготичных бассейнов, приобретение туристического оборудования, создание условий для маломобильных групп населения, для туризма. Виктория Шарая, Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. На первые из девяти пляжей Самары привезли новый песок. Вечером его выгружали с баржи и в скором времени начнут распределять вдоль акватории. Уровень воды в Волге снизился до необходимой отметки в 29 метров, поэтому дан старт основным работам по подготовке зон отдыха для купания. В этом году пляжи традиционно оборудуют в Красноглинском районе, на очередях Самарской набережной, в районе спуска по улице Советской армии, Загородного парка, Барбошиной поляны, на территории санатория Можайский, а также на Мострюковских озерах у фестивальной поляны, на время проведения Грушинского фестиваля, который в этом году будет и юбилейным. Ближе к концу мая, в начале июня, прибрежную зону обследуют водолазы, проведут анализ воды, и после получения необходимых заключений на пляже города начнут завозить оборудование. Всего порядка 1700 единиц. Это скамейки с навесами, зонты, качели, кабинки для переодевания, мусорные контейнеры и другое оборудование. Самарцы и гости города уже в предвкушении открытия купального сезона. Купаться, загорать, проводить время с друзьями, просто отдыхать в водное время, выходные. В принципе, со стороны мне нравится, как здесь все выглядит, и хотела бы почаще это время проводить. Я приехала в гости к вам из города Челябинска. Мне очень нравится ваша набережная, река Волга. Поэтому, да, у себя в том числе в городе я жду открытия пляжного сезона. Открыть свое дело может каждый. В Самаре стартовала серия семинаров, на которых предпринимателям рассказывают, как грамотно вести бизнес. Обучение проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Одна из таких встреч прошла в промышленном районе Самары. Подробности расскажет наш корреспондент Ксения Баканова. Евгений Яковлев занимается бизнесом с 2001 года. Владеет автосервисом и организовывает грузоперевозки. Предприниматель уверен, важно вносить свой вклад в чистоту и красоту города. Поэтому сам сажает цветы и убирает мусор. И это не в тягость, рассказывает Евгений. Самому приятно, когда вокруг красиво. Я сам убираю прилегающую территорию. Ну, либо со мной люди, которые работают, тоже мне в этом помогают. Ну, а субботники – это само собой. Потому что район промышленный, зона промышленная, пыль, грязь, она всегда присутствует. Открыть свое дело с нуля – задача не из легких. В Самаре стартовала серия семинаров, на которых обучает предпринимателей, как грамотно вести бизнес. Традиционно отмечается 26 мая в России День предпринимателя. И мы сегодня, пользуясь случаем, проводим семинар и награждение предпринимателей промышленного района. На семинаре с докладами выступили Александр Коротков, руководитель Центра поддержки и экспорта Самарской области. А также Екатерина Алмакова, руководитель Центров мой бизнес Самарской области. В процессе обучения опытные спикеры все раскладывают по полочкам. А если понадобится дополнительная консультация, зовут в Самарский бизнес-инкубатор. Формирование комфортного делового климата – одна из главных задач в работе губернатора Дмитрия Азарова. Организатором семинаров выступил Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Ксения Баканова, Петр Поломеев. События. А теперь коротко о других темах дня. 24 мая в 5.41 утра поступило сообщение о пожаре по адресу Артемовская, 52, в Советском районе областного центра. Горела квартира в жилом доме. В 6.05 пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, во время пожара погиб мужчина, его личность устанавливается. Пострадали три человека – 44-летний мужчина, 65-летняя женщина и 15-летняя девочка. Они госпитализированы. Для тушения пожара были привлечены 38 человек, 11 единиц техники. В Самаре на подготовку проекта первого этапа южной обводной дороги направят более 31 миллиона рублей. Власти уже определились с подрядчиком. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Компания согласилась выполнить работы более чем за 31 миллион рублей. Это чуть меньше начальной цены контракта. Работы будут выполнены на участке от улицы Водников до Самарской. Протяженность дороги составит около двух километров. Исполнить контракт необходимо в три этапа – срок до 1 декабря 2023 года. Для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на территории Самары временно с 5 утра 24 мая до 12 ночи 15 июля будет ограничено движение транспорта по улице Алексея Толстого на участке от улицы Льва Толстого до улицы Некрасовской. Граждан просят с пониманием относиться к необходимости проведения работ в рамках подготовки к отопительному сезону и заблаговременно планировать маршрут исследования. В среду 24 мая в Самаре в ДТП погиб парень на самокате. Об этом сообщает региональное главное управление МВД. В 7.48 утра 50-летний водитель МАН ехал по улице Победы. Поворачивая направо на улицу Краснодонскую, он сбил 19-летнего парня, который пересекал проезжую часть на самокате. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. В расписании международного аэропорта Курумыч увеличилось количество рейсов в Египет. С 28 мая полеты в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться с частотой до 2 раз в неделю. Время вылета первого рейса из Самары – 0.1.10. Прибытие в Шарм-эль-Шейх – в 0.5.10. Продолжительность перелета – 5 часов. Полеты будут выполняться на Боинг 757-200 вместимостью до 238 пассажиров. В Самаре начинается летний сезон. Многие пользуются услугами солярия или моментального загара. Наш корреспондент Ксения Баканова узнала все о тонкостях процедуры. Летом многие из нас предпочитают принимать солнечные ванны. Кто-то загорает на пляже, а для тех, у кого нет свободного времени, существует солярий или даже моментальный загар. Узнаем, что нравится самарцам. Да, я люблю загорать. Мне очень нравится, как выглядит кожа именно с муглой. Очень ярко и классно именно с одеждой, с макияжем сочетается. И, конечно, обязательно проходят всякие такие прыщички, которые выходят зимой. Загораю в основном летом, только если просто хожу по улице или выезжаем на Волгу или на Самарку. Не понимаю прикола в том, чтобы просто лежать на солнышке и загорать. Да, довольно-таки приятная погода в Самаре. Сейчас выбрались на набережную, позагорать. Самое то, месяц май, уже жара началась. Хожу в солярий, потому что это быстро, безопасно и как бы не требует моего долгого времени. А затем я укрепляю свой загар на нашей родной Волге. В погоне за модой представительницы прекрасной половины человечества подчас не задумываются о воздействии процедуры на их здоровье. Ультрафиолет, он достаточно глубоко проникает. То есть любые онкологические заболевания, в принципе, это противопоказание для солярия. Однако быть красивой и загорелой все-таки хочется. Предприниматель Елена Мишурина посещает солярий уже 10 лет. Процедура нравится. Говорит, никакого вреда, одна только польза. Ну, во-первых, это получение витамин D. Ты выходишь и смотришь в зеркало, опять же, ты видишь уже потемнение, уже когда мы темные, загорелые, мы, естественно, крашу выглядим. Во-вторых, мне нравится удобный солярий, например, на какие-то мероприятия. Собираюсь, например, на свадьбу, на день рождения или еще какие-то события. То есть хочется все равно, чтобы тело было загорелое. Сами понимаете, эстетично, красиво и так далее. При посещении солярия важно соблюдать правила. Нужно придерживаться техники безопасности. Носить шапочку, стекине и не забывать о защитном креме. Для загара в солярии необходима специальная профессиональная крема, которые также предоставляются студиями. Это необходимо для того, чтобы получить именно качественный, долгосрочный загар. Также очень важен уход, потому что после посещения солярия необходимо выдержать время, не смывать крем, чтобы загар закрепился. Посещать солярий, чтобы набрать желаемый оттенок, необходимо через день. Чтобы новый меланин успел появиться в клетках. Когда цвет набрали, один-два раза в неделю для поддержания цвета кожи. У Елизаветы Смирновой день расписан по минутам. Поэтому для девушки единственный выход – это моментальный загар. Я сама по себе очень белая. Времени мне не хватает совсем для того, чтобы прибежать в солярии и загореть. Поэтому пользуясь моментальным загаром, его хватает до 10 дней. При правильном уходе. Я очень довольна. Результат можете посмотреть сами. Вопрос вреда или пользы остается спорным и по сей день. Поэтому, чтобы избежать нежелательных последствий, нужно взвесить все «за» и «против». Ксения Баканова, Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал Кировского района сообщает, что сегодня глава района Игорь Рудаков провел выездную встречу со старшими по домам по улице Свободы. Все они являются активом советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Проект был создан в 2021 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Основная задача – повышение правовой грамотности председателей советов МКД. Сейчас в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проходит благоустройство по адресам. Улица Свободы, 220, Гвардейская, 13, Марии-Авейды, 19. Там проводится ремонт проездов, ремонт и устройство тротуаров, парковок, а также установка детской площадки. Все работы планируют завершить до сентября. С 15 апреля по 31 мая проходит голосование, где можно выбрать общественную территорию, которую, по вашему мнению, необходимо благоустроить в 2024 году. Отдать свой голос можно на платформе 63.городсреда.ру. Телеграм-канал Октябрьского района сообщает, что регулярные профилактические осмотры и диспансеризация помогают сохранить здоровье. С начала года в регионе диспансеризацию и медосмотры прошли около 700 тысяч жителей. Профосмотр – это ядро первого этапа диспансеризации, а сама диспансеризация и профосмотры плюс дополнительные скрининги. До 39 лет рекомендуют проходить ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризацию, а начиная с 40 лет диспансеризация должна быть ежегодной. Получить направление на нее легко, достаточно записаться через сервис «Мое здоровье» на портале госуслуги или по телефону поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится паспорт и полис ОМС. В телеграм-канале Ленинского района сообщают, что местные власти вместе с депутатами побывали в 132-й школе и осмотрели интерактивные классы для обучения детей навыкам оказания первой медицинской помощи. В учреждении есть медицинский класс, где на тренажерах проводится отработка навыков сердечно-легочной реанимации и ухода за больными. В кабинете биологии установлен стол пирогов. Это аппаратно-программный комплекс с интерактивной поверхностью, незаменимый помощник для изучения анатомии. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова